Ситуация на Украине в центре внимания на саммите глав государств Евросоюза, который начал работу в Брюсселе. В ЕС подчеркивают, что не заинтересованы в конфронтации с Россией и выступают за политическое решение конфликта. И судя по повестке дня, конкретных решений о новых санкциях в отношении России принимать не будут, но обсудят, чтобы еще такого предпринять для ослабления, в том числе и своей экономики. В прямой эфир выходит наш корреспондент Андрей Чуркасов. Андрей, здравствуйте. Что сейчас происходит на саммите в Брюсселе? Добрый вечер. Первоначально планировалось, что саммит глав государств ЕС будет обсуждать только внутренние административные вопросы, кто и из какой страны займет места в новом руководстве. Напомню, что осенью на посты главы Евросовета, Еврокомиссии и вместо Верховного комиссара ЕС по внешней политике придут новые люди. На пост Евросовета претендует польский премьер Дональд Туск, а вместо Верховного комиссара по внешней политике ЕС может занять глава итальянского МИДа Федерико Маггерини. Эти кандидатуры обсуждаются как раз сегодня, но эскалация ситуации на востоке Украины внесла свои коррективы. Украинская тема вновь одна из главных, которая обсуждается в Брюсселе. И вот что заявили некоторые из европейских лидеров по прибытии в столицу Европейского Союза. Сегодня мы будем решать вопросы назначения комиссара по внешней политике и главы Европейского Совета. Надеюсь, нам удастся принять решение. Мы также выслушаем президента Порошенко о тяжелой ситуации на Украине и обсудим ее. Заседание Совета должно быть очень интересно. Думаю, что сложившаяся ситуация на Украине настолько серьезна, что Европейский Совет просто обязан отреагировать, повысить уровень санкций. Всем очевидно, что российские войска не только сосредоточены вдоль границы, но и присутствуют в самой Украине. Нельзя этого так оставлять. Необходимо выработать пакет новых санкций, которые будут разработаны Европейской комиссией. Несмотря на такие заявления, российские официальные лица напомнили, что у ЕС нет никаких доказательств присутствия российских войск на территории Украины. Руководство ЕС пригласило сегодня в Брюссель президента Украины Петра Порошенко. Он еще до начала пленарного заседания встретился с главой Европейского Совета Херманом Рампейма и главой Европейской комиссии Жозе Мануэль Борозе. Порошенко заявил, что он заручился поддержкой руководства Европейского Союза. ЕС выразила озабоченность эскалации конфликта на востоке Украины и пообещала принять адекватные меры и дать адекватную оценку действиям России. Сам Порошенко также заявил, что Россия в открытую вмешивается во внутренние дела его страны. Чуть позже, выступая перед журналистами по итогам встречи с руководством ЕС, Порошенко, тем не менее, заявил, что готов дать мирному урегулированию еще один шанс. Я считаю, что в сложившейся ситуации решающим для нас является только диалог. Мы ожидаем, что со следующей недели будет виден реальный прогресс в переговорах по достижению мира. Ведь мы слишком близки к точке невозврата. Каждая сторона конфликта должна понимать ответственность. Давайте не будем разжигать искру новой войны в Европе. Примечательно, что слова о мире от украинского лидера звучат на фоне продолжения боевых операций на востоке Украины. Украинские силовики, украинская армия продолжают силовые операции и продолжают гибнуть мирные граждане. Разумеется, Европейский Союз обсуждает сегодня очередной пакет санкций против России. Как заявили в руководстве ЕС, такой пакет уже подготовлен, но принятие этих мер будет зависеть уже конкретно от стран Европейского Союза. Вот что по этому поводу высказала глава Европейской комиссии Борозу. Наши санкции – инструмент, чтобы показать российскому руководству, что нынешняя ситуация неприемлема и что мы ожидаем от России конструктивной работы. Евросоюз не заинтересован в конфронтации с Россией. Думаю, что и она тоже. Наши двери открыты для политического решения. О каких новых мерах может идти речь? Британский премьер Кэмерон заявил, что Россию могут отключить от системы SWIFT. Это система обмена межбанковскими финансовыми сообщениями. То есть Россию могут ограничить в доступе к системе обмена платежными поручениями. Также в прессе звучали сообщения, что Европа может ограничить закупку российских бриллиантов водки и икры. Но все это предположение, никаких конкретных мер пока не принято, по крайней мере, может все ограничиться лишь предупреждениями в ЕС. Не намерены идти на обострение ситуации с Россией в духе времен Холодной войны и надеются, что все-таки мирное урегулирование пока еще возможно. В этой связи стоит отметить, что Киев согласился на возобновление газовых переговоров в формате России-Украины-ЕС. Такие переговоры могут стартовать уже в начале сентября. Также Киев готов обсуждать с Россией-ЕС договор об ассоциации Украины в европейское пространство. Однако в Брюсселе сразу же поспешили заявить, что подписанное соглашение не будет пересмотрено. ЕС также подтвердило, что продолжит оказывать финансовую помощь Украине. ЕС может выделить до 1 миллиарда евро до конца года, если на это согласится МВФ. А также до конца года должна состояться донорская конференция, на которой Европа будет продолжать помогать Украине. В данный момент саммит продолжается, и о принятых решениях мы узнаем чуть позже. Катя. Спасибо, Андрей Черкасов. Новости о работе саммита в Брюсселе.